Сейчас в этом по-весеннему прекрасном месте о событиях, которые произошли в период с 1941 по 1942 год, напоминает лишь памятник, посвященный воинам Красной Армии и замученными фашистами. И именно сюда, в преддверии 9 мая, пришли почтить память павших солдат, общественной организации города и руководства областного объединения профсоюзов. Братская могила, которая находится на территории бывшего лагеря госпиталя «Ревир», это место, о котором нельзя говорить без трепета в душе. Здесь невольно вспоминаешь о сильных духом людям, об истоках мужества. Поклониться героям и отдать дань уважения павшим к монументу пришли работники аппарата Брестского областного объединения профсоюзов и областных комитетов отраслевых профсоюзов. Мы возлагаем цветы в памятниках, обелисках, в местах захоронения, в городах и районах нашей области. Это для нас очень важно, мы этой работой занимаемся постоянно. Мы занимаемся благоустройством таких объектов, проводим финансирование работ по ремонту этих объектов. Делаем это все для того, чтобы сохранить память, передавать из поколения в поколение о тех событиях Великой Отечественной войны, о тех людях, на долю которых выпало вот эти события Великой Отечественной войны, о победителях, благодаря которым мы сегодня живем и работаем под мирным небом. Память о великом подвиге советского народа будет существовать до тех пор, пока она живет в наших сердцах. Так считают руководители общественных организаций города, которые тоже почтили память павших воинов Красной Армии. Живые цветы, которые возложили к подножию памятника, стали символом уважения тем, кто погиб, защищая наше Отечество. Но в городе над Бугом есть немало мест, которые хранят события того страшного времени. Сегодня мы пришли к памятнику погибшим солдатам Советского Союза, которые погибли в годы Великой Отечественной войны при освобождении города Бреста. Поэтому это место, оно очень тоже важно и свято для брещан, в случае того, что здесь покоятся люди, которые освобождали нашу страну, и благодаря которым мы в настоящее время живем мирно и спокойно, можем расти своих детей, строить города и отдать дань уважения им за тот героический подвиг, благодаря которому наша страна сейчас живет в мире и спокойствии все эти 75 лет после окончания войны. Сохранить память о Великой Победе советских воинов над немецко-фашистскими захватчиками и передать ее будущему поколению – важная задача, которая должна быть выполнена. Беларусь помнит. Помним каждого. Продолжение следует...